Ветеранское сообщество, не только города Ульяновска, а вообще всей России, в своих сетях обсуждает поведение пригоженности. Мы за ним следим последние полгода. Да, он творческий человек, хороший командир, и успехи его военной кампании, они налицо. Но в своем творчестве он потихоньку, как бы на наших глазах, переродился в политика. И амбиции его слишком высоки. Итак, нельзя критиковать командира во время боя. Народный устав солдатский гласит, пункт номер один, командир всегда прав. Пункт номер два, если командир не прав, читай пункт номер один. Надо исполнять те приказы, которые дают Верховный Главнокомандующий и Министр обороны, а не давать указания начальнику генерального штаба, либо другим командирам высшестоящим, это не удел Пригожина. Когда он просто говорил, мы прислушивались и думали, может он в политику хочет, может он что-то хочет там как-то себя показать. Но когда он намеренно вошел в мирный город Ростов, это большая политическая и человеческая ошибка. Верим, что ситуация разрешится, что все встанет на свои места, и те солдаты, которые не будут заполнять приказов Пригожина, будут также нести службу на рубежах нашей Родины. Продолжение следует...